Ну что, потренировались, а теперь поговорим о самом главном, о еде. Я тебе дам задание испечь ПП тортик. Замедленная съемка Какую штуку можно, эту штуку нельзя, с чего можешь шикала? Бикини на сушке. Задание выполнено, я смотрю. От рубей ложка яйца и две столовых ложки обычного йогурта без сахара. Мы это все запекли в духовке 15 минут, а смесь это обычный творог перетерли, два яйца туда, 100 грамм обычного без сахара йогурта, подсластитель. Ну и в принципе все. А как бы жилу посчитала? Да. И сколько получилось у нас на 100 грамм? В 100 граммах 11 килокалорий там приблизительно. А сейчас нам расскажет ПП это торт или нет, специалист в области здорового питания Андрей Беловешкин. Ууууу. Добрый день. Ну когда мы оцениваем любой продукт, который получился, у нас всегда есть несколько уровней. Уровень первый – это уровень мастерства, выглядит отлично. Второй уровень анализа, ну скажем так, когда мы оцениваем, уровень оценки – это уровень конкретных продуктов, которые входят. Здесь есть классные продукты, например, такие как йогурт без сахара, яйца, например. Вот. Но есть несколько продуктов, которые вызывают некоторые вопросы. Например, подсластители. Как только их открыли, казалось, что проблема сладкого решена, что вроде бы во всем мире все решили, но казалось, что нас переедать заставляет не столько сам сахар, а сладкий вкус. Если даже калорий здесь меньше, все равно из-за сладкого вкуса можно набрать больше. И насчет клетчатки, конечно, момент, особенно пшеничной клетчатки. Дело в том, что бывает клетчатка растворимая, которая связывает большое количество воды, и нерастворимая. Нерастворимая – это как раз-таки клетчатка злаков, вот в виде трубей. Она, конечно, чистит наш кишечник, но из-за того, что она связывает мало воды, она его избыточно стимулирует и выводит не только соли вредных металлов, но и железо, и кальций, и магний, и цинк. И, например, это реальный риск дефицита макро- и микроэлементов, избыток этой клетчатки. Поэтому лучшее решение – это отдать предпочтение растворимой клетчатке, например, пектин из яблок. То есть попросту их измельчив и добавив, там бы содержались и природные сахара, и больше витаминов, больше других веществ, чем в голой клетчатке, которая не содержит ничего, кроме вот этих жестких таких достаточно молекул. Она решила нас отравить, судя по всему, чтобы закончить ее страдания. Есть, кстати, классный способ сделать этот торт вкуснее, без сахара. Ну, то есть, если мы любую торжественную вещь сделаем, не знаю, какие-нибудь свистки, что-нибудь развесим – реально будет вкуснее. Даже если мы сделаем странную вещь, например, три раза повернем по часовой, сдвинем, подвинем, раз-два, научно установлено, что любые манипуляции с пищей делают и вкуснее, реально. Торт вкусный, но, вы знаете, я бы добавил, только никому не говорить, сахар. Знаете, с какой целью? Имеет смысл иногда использовать, ну, например, вещи типа сладкие, как инструмент закрепления. Нужно простимулировать рецепторы, чтобы наш мозг запомнил, о, это было круто, и зафиксировал как положительное упощрение. О, ага, хорошо. А как насчет спортивного питания? Если взять, например, сывороточный протеин, тот, который многие качки употребляют в качестве источника пилка. Какие, скажем так, страхи обычные у людей перед спортивным питанием? Потому что многие говорят о том, что там… Не стоит. Печень отваливается, там еще что-то какие-то есть, побочные эффекты, может быть. Ну, чтобы развеять мифы, я вам просто расскажу, как делается протеин, и вы поймете. Берется обычное молоко, делается из него сыр. Сделали сыр, и с сыра сливается сыворотка. Вот слили вот эту водичку, вот эту сыворотку, да, и вот эту водичку пропускают через фильтры. Все, что остается на фильтрах, вот это сывороточный есть протеин. Ну, вот сывороточный протеин, у него есть замечательное научно подтвержденное свойство, от него растет. Ну, вообще растет как бы все. И здесь вопрос, кто его ест. Но я всегда всех предупреждаю, что самое основное – это тренировка и правильное питание. Это всего лишь добавка ко всему этому. Если у вас проблемы с питанием, проблемы с тренировками, то это вас не спасет. Если человек, который сидит в течение дня 12 часов на офисном стуле и приходит час потренироваться, все-таки при потреблении большого количества сывороточного протеина у него будут расти не мышцы, а, вероятно, то, на чем он сидит. Это, скажем, высококонцентрированный белок, да, который быстро усваивается, да, то есть это всего лишь добавка к еде. То есть, например, приходит девушка, да, с целью роста волос и ногтей, да, то есть у нас есть добавки типа коллагена, даже бабушки к нам приходят, да, с целью поддержки суставов, да, то есть здесь не фармакология, здесь все безвредно, поэтому это совсем разные вещи. Но если вы большую часть дня проводите в офисе, сфокусируйтесь на самом главном, на простых цельных продуктах, и это будет самое здоровое решение, которое вы примете. наше спортивное питание, это, конечно, хорошо, но, как сказал нам Сергей, прежде всего питание и тренировки, поэтому пойдем тренироваться. Погнал. 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 Погнал.